Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы! Сегодня я продолжаю видеообзор семян лобелии, которые я сеяла в середине февраля, в начале февраля, где-то в десятых числах, лобелии в чайных пакетиках. Я приглашала вас вместе со мной попить чай, но в пакетиках. Очень многие противоречили мне и говорили, что я не пью чай в пакетиках. Как так можно? Но результат, который у нас остался после чайпития, превзошел все ожидания. Действительно прошло, но, наверное, 3 недели, мне кажется, немножечко меньше. Я вам уже показываю третий обзор. Первый это мы сеяли семена, второй это где-то через неделю, не через 10 был результат. И вот сейчас у меня 2 марта, ну, начало марта только на дворе. И я вам показала результат выращивания в чайных пакетиках. Для меня это восторг. Это первый эксперимент. Скажу честно, что я много высеивала лобелию, но результат был не всегда положительный. Это мягко сказать. Первое еще видео было, что я посеяла лобелию в дрожжи. В торфяных таблеточках. То я вам хочу сказать, я вообще потеряла интерес к такому посеву. И вот сейчас я хочу вам показать и объяснить, почему. Вот прошло буквально, ну, дней 20, наверное, календарных. Лобелия у меня буквально вся взошла 100%. Как мы высевали, пожалуйста, будет ссылочка на это видео. Я не буду сейчас время тратить. Поэтому, если вы случайно попали на это видео, вы по ссылочке вернитесь на первоначальное видео. Прошло 3 недели. Первый день, буквально 2, когда вот было все у меня под контейнером, у меня действительно очень быстро стала распространяться плесень. Ну, молниеносно буквально. И вы мне посоветовали пользоваться препаратами от грибковых заболеваний. Я буквально обработала и донышко, и пакетики достаточно так обильно. Снова накрыла контейнером. И больше 3 недели я с этой проблемой не сталкиваюсь. Лобелию я уже практически открываю. Она мне не находится под таким колпачком закрытым. У нас уже солнышка достаточно много. И получается, что я вот её ближе к солнышке выставляю. Поэтому она действительно сейчас изумрудная. Это уже как бы натуральное солнечное осветление. Выросла буквально щёточка лобели. Её такое огромное количество. Несмотря на то, что мелкопыльные семена мы с вами высеваем с помощью песочка. Я вам советовала вот чайинки использовать. Даже кофейную гущу. Но всё равно получается достаточно густо. Вот только некоторые пакетики. У меня где-то до 8-10 штук. А здесь получилось огромное количество. За 2-3 недели, вы знаете, пакетики практически уже разложены. Поэтому не передвигать, не пересаживать или даже переставлять уже нежелательно. Вот такой контейнер у вас остаётся до момента высадки в кашпо. Потом буквально деликатно, очень ложечкой, может быть, чайной или какое-то такое приспособление, вы поднимаете этот чайный пакетик. Я вам советую ещё заблаговременно не поливать. Потому что вот сейчас буквально прикоснуться нельзя. Настолько это всё мягкая такая субстанция. И вот таким способом, вот этот кулёчек чайный, вы можете пересадить в кашпо, если вы используете вазоны. Но я надеюсь, в этом году сделать такой синий-синий ручеёк. Поэтому мне очень хочется показать вам свой синий ручеёк, на который я очень надеюсь. Ну и посадить, конечно, вазоны. Поэтому здесь нужно очень деликатно потом с этим чайными пакетиками использовать. Поливаю я потом только на дно контейнера. Пакетики у меня практически постоянно влажные. Ну, наверное, исходя из этого, они вот и приходят в такую мягкую субстанцию. И я вам хочу сказать, что вот если я только даже захвачу немножечко, даже, ну, зубочисткой лучше это делать. Даже это лучше делать зубочисткой. И вот я достала лобелию, которую можно уже практически пропикировать, ну, если у вас недостаточно так много. Очень деликатно можно пропикировать уже даже в стаканчик небольшой, 100-граммовый, 50-граммовый. Не надо ей давать достаточно много земли. Она абсолютно минимальными обходится ресурсами. И вот если вы имеете такой спокойный характер, вы можете даже заняться пикировкой лобелию, пересаживанием даже вот по одной штучке. Но я хочу именно воссоздать такие шапки лобели, большие такие картины создать. И вот просто вы прислонили к земле и зубочистка опять же вот так вот. И она у вас будет продолжать развиваться. Как я вам сказала, поливаю только на дно пакетика. Пока не появится первый настоящий листочек, пока у нас нет настоящих листочков, мы лобелию не удобряем. Это относится ко всем цветам, поэтому не торопитесь. Сейчас есть самое главное, это освещение. Если у вас пасмурная погода, конечно, предоставьте ей ламповое освещение. Ну, необычные люминесцентные, сейчас есть разные виды ламп, поэтому это будет очень важно. Я очень большие надежды возлагаю на такой способ выращивания мелкопыльных цветов. Сюда мы можем посеять и питонию, сурфинию. Но все такие мелко-мелко цветковые, мелкопыльные семена. Хотя, с другой стороны, вы можете тоже посемечку посадить, например, настурцию, может быть. И помею, может быть, даже один дельфиниум новозеландский, вот тоже вот сейчас у меня уже прорастают семена. И тоже вот можно в этот пакетик, это будет бесподобное средство. Но все-таки, я считаю, для таких деликатных цветов, для нас с вами, этот способ действительно решил очень-очень много проблем. Я очень рада была вам показать результат не только своего труда, но и общения с вами. Очень много я вам предлагаю экспериментов, советов своих. А в ответ получаю бесценные ваши советы, поддержку, что вы меня поддерживаете, одобряете. Ну и ждете встречи со мной. Спасибо, что вы были на моем канале. Подписывайтесь. Я жду ваших комментариев. И украшайте свой мир цветами. Субтитры сделал DimaTorzok